Людмила Пыка не считает свою семью многодетной. Трое детей – это нормальное явление. Так должно быть, уверяет женщина. Пока папа на работе, Людмила вместе с сыновьями и дочерью первоклассницы Баженой садят рябину, оставляют свой семейный след на солигорской земле. Дерево – это символ жизни. Символично, что дерево растет больше, чем продолжительность жизни человека. И получается, что для того, чтобы вырастить дерево, за ним должно ухаживать не одно поколение людей. Не только я и мои дети, но, возможно, мои внуки и правнуки. Поэтому я считаю, что это скрепляет семью и объединяет. Аллея матери посажена 14 октября 2001 года женщинами города, награжденными медалями и орденами материнства. Сегодня здесь появилось 12 новых деревьев. Реставрировали аллеи учащиеся 10-го Б-класса 1-й солигорской школы. Мы уже третий год принимаем отшествие на этой аллее. С каждым годом у нас становится все лучше и лучше. И хотелось бы, чтобы она, чтобы еще больше людей принимала в этом участие. В этот день мы все здесь собрались в канун Дня Матери. И, конечно, хотелось бы поздравить всех матерей, пожелать им счастья, добра. Я думаю, самое главное – здоровья и терпения. Я очень горжусь тем, что в нашем молодом, но довольно уютном городе есть такое прекрасное святое место, куда могут прийти все солигорчане и просто отдохнуть душой. Слова благодарности звучали на праздничном событии в адрес работников жилищно-коммунального хозяйства, директора предприятия Анатолия Недвецкого, главного озеленителя Ирины Макаровой, а также учителей и учеников, которые пообещали беречь аллею. Одним словом, я хочу, чтобы в самом деле вот эту рябиновую аллею полюбили, чтобы сюда приходили мамы, чтобы они радовались здесь. Я уверена, что здесь, и хочу сказать, что председатель Солигорского райисполкома Александр Брониславович Римашевский заверил нас, что это будет в самом деле один из самых ухоженных уголков нашего города, что со временем здесь появятся скульптуры, что вот эта реклама, которая как бы как открывает рябиновую аллею, будет социально значимой. Рябинки под защитой и на своем месте. Несмотря на непростую судьбу этих деревьев, которые в свое время были перенесены в связи со строительством торгового центра, аллея матери выдержала испытание временем. Видимо, совсем не случайно для аллеи была выбрана именно рябина, символизирующая женственность, мудрость и стойкость.